МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Я по возможности гашу. Гашу ежемесячно. Сколько могу, гашу. Больше, чем могу, не могу. Понимаете? В ходе исполнительного производства установлено, что должник скрывает машину. Разыскать автомобиль должника удалось благодаря совместной работе приставов с сотрудниками госавтоинспекции. Исполнительное производство возбуждено в 2018 году по взысканию алиментов. Автомашина находится в розыске у нас уже длительное время. В настоящее время машина обнаружена. Однако при совершении исполнительных действий у нас сейчас установлено, что автомобиль является залоговым. Есть судебное решение обращения взыскания на заложенный автомобиль. Соответственно, по судебному решению сейчас автомобиль будет арестован, поставлен, перемещен на автостоянку. Дальше будет вопрос решаться о реализации автомобиля и погашении задолженности, залоговой задолженности. Машина должника изъята, помещена на специализированную стоянку. У должника есть 10 дней на оплату долга. В противном случае автомобиль будет передан на оценку, а потом на торги в Росимущество. Вырученные деньги перечислятся на счет взыскателя, на содержание несовершеннолетнего сына и на оплату исполнительского сбора, который составляет 7% от суммы долга. Равняйсь! Смирно! Равняй и на середину! Вот так перед строем 11 февраля у штаба отдела спецназначения «Рысь» УФСИН России по Тверской области открылся турнир по настольному теннису в памяти бывшего командира «Рыси», начальника межрайонного отдела судебных приставов по обеспечению установленного порядка деятельности судов Владимира Олесова. Владимир Евгеньевич скоропостижно скончался в феврале 2017-го. В память о нем здесь, на здании базы спецназа «Рысь», установлена мемориальная доска. С тех пор четвертый год подряд по инициативе руководителей двух служб УФСИН и Управления Федеральной службы судебных приставов проводятся соревнования по настольному теннису, поклонником которого всегда был Владимир Олесов. Сегодня, вы видите, в каких реалиях живет весь мир. Наше государство усвоит пандемию. Но, несмотря на это, жизнь, она продолжается. И самое главное, что это не меркнет память, память о тех людях, которые внесли значительный вклад и становление как отряда специального значения, так и службы судебных приставов, так, наверное, и нашего региона. Владимир Евгеньевич более 15 лет отдал службе судебных приставов, стоял у истоков его возрождения и являл собой пример настоящего офицера, чуткого, грамотного руководителя, хорошего друга. Врач по образованию Владимир Олесов 25 лет служил в уголовно-исполнительной системе внутренних дел. Неоднократно выезжал в горячие точки. Среди его государственных наград – Орден Мужества. Я знала его лично. Это был прекрасный человек. Такие качества человеческие, наверное, редко встречаются в таком об одном человеке. Я была свидетелем того, как Владимир Евгеньевич уехал в Чечню врачом, а вернулся командиром. И вернулся со всем нашим отрядом, который там был. И все вернулись живы, здоровы, целы и невредимы. А о человеческих качествах говорит хотя бы и то, что все его войти спецназа и сотрудники Федеральной службы судебных приставов называют просто «батя». В 99-м после выхода в отставку Владимир Олесов работал в управлении Федеральной службы судебных приставов. Так с судьбой одного человека объединились две службы. В этом году в турнире принимают участие шесть команд по три человека в каждой. Есть даже чемпионы области у нас. Команды в основном это правоохранительные органы, это приставы, это УФСИН, спецназ, Рысь, это УФСБ, ФСО и ТФМИ. Все участники у нас играют уже не первый год в этом турнире. То есть четвертый раз мы его проводим. Практически одни и те же люди участвуют, всем очень нравится и все каждый год принимают участие. Лидером турнира стала команда ТФМИ. На втором и третьем местах команды УФСИН и ФСО.